Актуальное интервью. Представители власти и бизнесмены, актеры и спортсмены, художники и политики. Честно об актуальном на Радио России Псков. Дмитрий Зилова. Сейчас он с нами на связи по телефону. Дмитрий, здравствуйте. Добрый день. Итак, расскажите, как вам поработалось в Псковской области, какие впечатления оставила наша земля? В Пскове мы были во второй половине октября, теперь уже прошлого года. Наша поездка прошла очень плодотворно. Мы встречались и с детьми, и со взрослыми. Помимо Пскова мы посетили город-остров, посетили также Древний Сборск. По материалам наших поездок к встрече с читателями у нас вышла целая серия публикаций. Так, в частности, еще в прошлом году в нашем детском издании журнал «Чудеса и приключения дети» мы дали разворот, который назвали «Приключения Скобаренка» в Псковском крае. Мы опубликовали имена и даже фотографии победителей наших юных читателей. Это был конкурс фоторабот. Нам было очень приятно и отрадно, что дети из Псковского региона нашли возможность вместе с родителями приехать на нашу торжественную церемонию награждения. А что это были за фотографии? Что фотографировали дети? Фотографировали, собственно говоря, Россию, так как они видят мир. Это были дети, в основном дети преимущественно начальной школы. За полтора месяца, который шел конкурс, мы получили свыше 500 работ, отлики и несколько победителей мы торжественно наградили в одной из библиотек Пскова. Поэтому акция прошла очень успешно. Мы все были довольны, но для нас самое главное было видеть счастливые лица маленьких наших юных читателей, которые, надеемся, когда подрастут, станут читателями наших взрослых изданий журнала «Чудеса и приключения». В этом году нашему флагманскому изданию исполняется, кстати говоря, 30 лет. И нашу журналу «Темная аллея». Вот говоря о журнале «Темная аллея», в первом номере спережины нынешнего, 2021 года у нас вышла большая статья, посвященная одной из засадеб Псковщины. Это было шоу. Несмотря на то, что находится, так скажем, не близко от Пскова, мы нашли возможность съездить туда благодаря нашим коллегам и друзьям из Пскова. Это был, правда, очень дошливый день. Но несмотря даже на такую сырой промозглую погоду, мы прогуляли почти три часа по этой усадьбе, зашли в усадебный пак. Конечно, в настоящее время усадьба находится далеко не в лучшем состоянии, но, тем не менее, было отрадно видеть, что там начались противорийные работы. Надеемся, рано или поздно она восстанет из небытия, из руин, и мы сможем ее видеть в первозданном виде, в том, в котором она была, скажем, накануне революции. И это будет такой же прекрасный, как и усадьба Пушкиногорья. В первом же номере, в январском номере нашего флагманского журнала «Чудеса и приключения» у нас есть большой материал, названный «Сколой одной цепи» одного из наших авторов, Сергея Соболева. Он посвящен уникальным, единственным фактически на всю Россию, цепным массам в городе Остров. Также в этом же номере у нас есть небольшой материал в нашей постоянной рубрике «На семи ветрах», который посвящен «душистой» здесь, конечно, в кавычках, рыбке из Пскова и Псковской области. Речь идет о снитке. Мы рассказали о снитке, о том, как накануне революции были сняты сушильные заводы. И здесь же, в первом январском номере у нас очень большая, так получилась, псковская тема. Один из наших авторов, это Рина Березкина, она написала очень интересную статью, называется «Страша русских рубежей». Это об изборской крепости. Ну и вы видите, что псковская тема у нас активно стала публиковаться на странице нашей издания. Раскроем небольшой секрет. Это февральские номера, которые уже подходят буквально на следующей неделе. Наши читатели смогут ознакомиться с вышедшими типографиями февральскими номерами наших изданий. Также будут материалы, посвященные Псковскому краю. В частности, это будет материал Елены Матин под названием «Что скрывает ухо земли». Это об одном из необычных, заинственных мегалитов Псковской области. Так что надеюсь, что сотрудничество у нас здесь будет разноплановым, но и псковская тема в течение, по крайней мере, 2021 года с наших страниц не уйдет. Ну вот скажите, сами псковичи могут стать вашими соавторами, предлагать какие-то темы, истории интересные? Да, вы знаете, наш журнал полностью народный. Нам журнал пишут не только профессиональные, скажем, историки, журналисты, писатели. Это могут быть и абсолютно любые люди, которые пишут интересно, емко, содержательно. И, естественно, мы приглашаем к сотрудничеству и местных краеведцев и автор. И вот в ходе одной из наших встреч, которая была в Пскове с читателями, мы получили отклик. И вот как раз тот материал, о котором он говорил, в февральском номере, что скрывает только земли, о таинственном мегалите, которому поклонялись наши древние предки славяне, это автор Елена Матин, она и сама из Псковского края. Вот она написала очень интересный материал. Мы надеемся, что сотрудничество с ней будет не разом, а многогранным, плодотворным. И у данного автора, мы видим, есть потенциал. Надеемся, что наши читатели, мы сами увидим ее еще не раз на страницах наших изданий. Ну вот, Дмитрий, вы говорите о том, что наладилось, появилось сотрудничество с взрослыми псковскими писателями. Не знаю, можно ли их так сейчас уже сразу назвать. А если говорить о детях, каким-то образом, кроме участия в конкурсах, могут они принять участие? Да, конечно, мы будем продолжать и в нынешнем году публиковать материалы о Пскове. Они также на подходе в одном из различных номеров детского журнала «Чудеса и приключения». Также будут материалы, посвященные Псковскому краю и Псковской земле. Кроме того, в нынешнем году мы запустили целый ряд конкурсов, которых могут принять абсолютно любые мальчишки и девчонки. Это конкурсы «Вместе весело шагать» по расторам. Это конкурсы рисунков. Это конкурс «Мой чудо-зверик», естественно, посвященный домашним четвероногим питомцам и любимцам. И это литературный конкурс юных краеведов «Сказочная Россия». Это конкурс «Малые прозы». О всех этих конкурсах любой желающий может принять участие. Кроме того, у нас есть целый ряд конкурсов, которые интегрированы с сайтом нашего детского журнала. И также вы можете зайти на сайт, посмотреть, какие у нас есть конкурсы, принять в них участие. Дмитрий, расскажите, а с какими специалистами или учреждениями вам довелось поработать на Псковской земле? Ну, естественно, мы сотрудничали и с библиотеками, и с детскими взрослыми, прежде всего, в Пскове. Кроме того, мы сотрудничали с целым рядом музеев, как непосредственно самого Пскова, так и города Острова и города Изборска. То есть, со всеми теми организациями, в которых, благодаря любезному приглашению, мы побывали. В процессе подготовки наших материалов, которые уже вышли и те, которые выходят, естественно, мы запрашивали экспертные комментарии, показывали наши журналистские работы, материалы на согласовании. И благодаря тем ценам замечаний, если случаи они были, конечно, мы материалы наши корректировали так, чтобы их профессиональной ценности и значимости, она не оставляла сомнений и как для нас, и для экспертов, ну и, естественно, для наших читателей. Ну вот, я, честно говоря, видела интернет-версию одной статьи, если я не ошибаюсь, это как раз была статья нашей Псковички, фотографии, которые появляются в журнале, автор статью чьё? В данном случае это разные авторы, надо смотреть каждую конкретную статью, поскольку мы сами очень много ездим, наша творческая бригада по разным городам и весе, большая часть фотографий, которые публикуются в наших изданиях, это непосредственно наши фотографии. Либо, если это какие-то авторские материалы, авторы предоставляют там свои издания. В каждом конкретном случае, в каждой конкретной статье это всегда очень индивидуальный подход, индивидуальная работа. Ну вот немного личных ваших впечатлений. Что порадовало, удивило или, может быть, восхитило вас в Псковской области? Ну, в Пскове я был не первый раз, правда, до, соответственно, моего последнего визита, который остался в октябре 2020 года. Я был более 20 лет назад на Псковской земле. На мой взгляд, за эти два десятилетия Псков значительно преобразился и преобразился в лучшую сторону. Это касается и в плане реставрации памятных архитектуры и старины, это касается и внешнего баронства улиц. Я думаю, что Псковская земля обладает очень богатым туристическим потенциалом, как один из древнейших, старейших регионов нашей страны. Поэтому я думаю, что когда, надеемся, в ближайшей перспективе ограничений, связанных с коронавирусной инфекцией, будут сняты туристический потенциал в Пскове, он будет довольно большим. Сколько все возможности для этого есть. А планируете ли еще вернуться в Псковскую область еще разок и, может быть, осветить не те достаточно известные места, события, факты, а, может быть, углубиться и затронуть те темы, которые могут быть не менее интересны, но менее известны? Ну, возможности и, соответственно, перспективы для встреч и сотрудничества, они безграничны. Планы на текущий год у нас уже сформированы. Мы и так отразили, ну, помимо, соответственно, самого Пскова и Изборска, которые, так скажем, на общероссийском масштабе не растиражены. Мы рассказали об усадьбах, не очень известных в общероссийском масштабе этого и усадьбах Волошоу, мы рассказали об городе Острое, мы рассказали, кстати говоря, в 12-м номере нашего флагманского журнала «Чудеса и приключения» об Островском укрепорайоне, очень интересной публикации, на мой взгляд, рассказали об уникальных степных масштабах. То есть мы осветили на общероссийском масштабе, наш журнал действительно читает от Калининграда до Владивостока, и о тех материалах, которые выходят за рамки традиционных, скажем, мест Пушкиногории и каких-то туристических объектов инфраструктуры Пскови. Конечно, мы приглашаем к сотрудничеству любых авторов, это могут быть и профессиональные историки, и краеведы, и журналисты, если есть какие-то интересные материалы, встречи, мы готовы выехать, мы готовы рассмотреть их материалы. И, соответственно, если мы договариваемся, то мы публикуем и эти материалы. Кроме того, подчеркну, что, помимо того, что мы журналы поленародные, мы одно из немногих изданий, которые нашим авторам платят гонорары. Ну что ж, я думаю, это все очень интересно, приятно и полезно для всех жителей нашей страны, и не только. А наше время заканчивается. Дмитрий, благодарю вас за интересную и содержательную беседу. Напоминаю, у нас на связи был директор издательского дома «Поле чудес» Дмитрий Зилов. Всем доброго вечера, до свидания. Спасибо вам. Благодарю вас.